Девушка моей мечты Стоит с каким-то там хмырём Идёт с каким-то там хмырём Вдвоём Хмырём ты была любима Этим хмырём Да и сама ты хмырём Согласно коэффициенту Гидельберга Дмитрий Сава А Ирина Жаворнак А Ирина Анатольевна Жаворнак всегда была против коэффициента Гидельберга Его? Его Потому что она предпочитала высчитывать свой биоритм по коэффициенту её Ирина Петровна Жаворнак Как говорил профессор Сковорода Жаворнак Жаворонку Розин Он конечно же имел в виду Ирина Петровна Да И её сына Антона Антона Николаевича Жаворонкова 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 Сковороду Двойная фамилия Да Они же в конце в итоге поженились Конечно Но Своего сына Они решили назвать в честь Гидельберга Вертером В честь робота В честь робота? В честь робота из Алисы С какой Алисы Селезневой Селезневой А из Алисы Селезневой робот не как лучшийся Ну какой там робот? Какие раньше роботы были? Да черти что они на беде На 23-ю беде Слов нет на беде Ну какие раньше роботы были? Выколотки В общем-то и всё Молодого человека Рубашка Живая Молодого человека Сейчас была живая рубашка Она у него шевелилась Эх господи Как ржай Это вот Характерный представитель Недо живых рубашек Вы смотрите Деставер Ченнел Оставайтесь с нами Спасибо всем Пучкожаберным двояко выпуклым Хордовым За внимание Живи во мне Да ладно Спасибо им Спасибо Огушаем 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 Подписывайтесь Не помню что Как он называется 2023 Эх нет искусствоведов рядом с нами Огушаем Там Эх нет искусствоведа ERIC Огушаем Эх нет искусствоведа Сергей? Да. Нет. Сергей Александрович, искусствовед. А, ну да, он где-то записан у меня на бумажке. На бумажке. Но бумажка стерлась. Все номера нужно сохранять в контактах, чтобы раз и позвонил. У меня бумажка так называлась, контакты. А, не могу спорить. Да, да. Вот она. Пошел у меня ролик. Почувствовал себя линчем. Ух, тетя не посмотрел тогда, как раз. Да, тетя не посмотрел. Да, тетя не посмотрел. Да. Смотри? Мультики. Не, не мультики. А, кривые бумажки подошли. Катеринберг, я не нашел ни одну, кстати говоря. А зависть вообще�-то прерываемся? Или мы всегда для протокола? Нет, мы не для протокола, это только... Слушай, на протоколе мы иметь. Ты не знаешь, я ж, когда я так держу, значит, не на эфире, а когда я вкладываю вон сюда, значит, он уже вне эфира. То есть я должна следить за твоими действиями? Да. К тому же кофе, пожалуйста. Спасибо. Их плана смерть, такой войны страна еще не знала, не знала Робина врагов, таких, не знала Робина врагов, таких, они набросились, как смерть. Ты приятного цвета сепии. Сепии? Сепии. Всю же мечтал бы быть приятного цвета сепии, но я еще сглась. Часть жизненной миссии мы были. Это Москва, Москва. Мечты сбываются. Такое, конечно, освещение это поймать нормально, потому что так много получается. И сейчас мы находимся на съемках нового фильма, нового квазиконцептуального фильма, который называется «Чашки господина Гельденвейсера». Суть фильма проста. Два одиноких путника, заблудившись в каменных джунглях. Нашли телефон. Дали все подряд на него снимать. В общем, да. Снимать обслуживающий персонал кафе, стены, шарфы, шарфы, чашки, бумажки с надписью «Ломбард». Это реклама. Ну, должны же мы на что-то собирать. Съемочную группу и прочее. Ювелирный магазин «Ломбард». Лучший магазин всех времен народа. продает «Ломбарды». Все, кому нужны «Ломбарды»… Welcome. Welcome. To the Lombard. Ну, в общем, это вкратце о том фильме, который мы снимаем сейчас. Господа, как заполняется анкета на получение визы в Израиль? Не в Израиле, а в Италию. Сначала в Италию, потом в Израиле. Да, это мультивиза итальяно-израильская, специальный вид визы. Всем рекомендую, это очень удобно для тех, кто много путешествует в Израиле, если через Италию. Это дешевле, во-первых, а во-вторых, вы сможете заскочить еще в Колизейку смотреть. Сначала Колизей, потом Тель-Авив. Да, обязательно, обязательно. Святые места и Ордан, куда Моисей зашел, однажды погрузил. Как зашел, так и вышел. Вот, так, изучаем надписи. Один, например, надо изучать мои надписи, совершенно секретные информации. Хотя бы тогда вот эту вот первую. Первую, вот эту вот можно. Первая надпись называется анкета для кого-то? Для посольства. Для посольства. Для посольства. Как хорошо, когда есть 8 гигабайт памяти. 8 гигабайт памяти — это отлично. Снимайте, снимайте. Это же... Не каждый может сказать, что вот у него 8 гигабайт памяти. В голове. А Дима может. Точно. Дима Сила. В голове там нет 32,5. Я не знаю, сколько будет. 20 лет на одном месте, не знаешь должности. 21,3 месяца. Пейтрус. Это будет такой неопостмодернизм-фильм, называется будет «Каптейл». Это будет такой неопостмодернизм-фильм, называется будет «Каптейл». Я только что передала огромное, просто огромное количество долю информации. Зрители и слушатели. И кто умеет воспринимать ее, он ее воспринимает. Ура. Как бы неприлично это ни звучало. Ну да, еще раз напомню, что мы не элизарное кино. Мы направлены на... На массового зрителя. На широкого зрителя. И, правда, было не случайно сказано именно на английском языке, поскольку мы хотим, чтобы наше кино смотрели и англоязычные зрители. А мы, в общем-то, только на англоязычных зрителей рассчитываем. Какая им вообще разница, что мы здесь говорим? На Англии, Ирланды... Фанада, Новозеланды, Австроевцы. В общем-то, на них на всех. Нет, в снятии вовсе мы будем показывать также на больших экранах. Для жителей Чукошки. Для жителей Чукошки. Для жителей Чукошки. В конце вот три жителей Чукошки. Они будут приходить и втроем стоять, смотреть. Чудесно. Субтитры создавал DimaTorzok